Сегодня вестники Северодвинска. От потери крови скончалась в больнице. ДТП унесло жизнь мотоциклистки. Обновленная столовая и спортзал. Очередная школа готова к учебному году. Вернут к жизни 23 аэродрома, в Архангельске открыли перрон и поделились планами региональной авиации. Около ста подростков состоят на учете. Комиссия по делам несовершеннолетних подвела итоги работы за полгода. В нескольких километрах от города погибла мотоциклистка. Здравствуйте, вы смотрите Вестник Северодвинска в студии Владимир Богомолов. В городе ее называли Варвара Краса Быстрая Коса и считали знаменитой байкершей. Блондинку на шоссейном мотоцикле узнавали братья по двухколесному спорту и автолюбители. Накануне на 27-м километре дороги Архангельск-Северодвинск 32-летняя Вероника Потега попала в смертельное ДТП. Пока это единственные фотографии ДТП. Предположительно, водитель «Инфинити» находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно точно, молодой человек не имел прав категории «Б». Во время аварии произошла травматическая ампутация левой ноги мотоциклистки. Массивная кровопотеря и стала основной причиной гибели. По словам друзей Вероники, от места столкновения девушка находилась больше, чем в 50 метрах. По предварительной информации, на 27-м километре автодороги М8 Холмогоры на подъезде города Северодвинску 22-летний водитель, управляя автомобилем «Инфинити», совершая обгон спереди идущего транспортного средства, при завершении маневра совершил столкновение с мотоциклом «Кавасаки» под управлением Северодвинки 1983 года рождения. Веронику Потега в байкеровское движение привел муж пять лет назад. Спустя время мужчина бросил двухколесную езду, а Вероника наоборот приобрела мотоцикл. По словам ее друзей, девушка всегда ездила аккуратно. В роковой вечер возвращалась из Архангельска домой. Девушки сами по себе не быстро ездят. Это не мужчины, которые исповедуют агрессивный стиль езды. Она ездила достаточно спокойно. Сам по себе поворот, где она погибла, достаточно затяжной. И там, в принципе, невозможно быстро ехать. Я сомневаюсь, что она ехала больше 50 километров, 60 в час. Веронику доставили во вторую горбольницу в 20 часов 55 минут. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое. Чтобы спасти жизнь, операцию провели в считанные минуты. Несмотря на проводимые мероприятия, реанимационные мероприятия, противошоковую терапию, в 22 часа 45 минут была зафиксирована смерть пациентки, которая наступила в результате перенесенных травм. Во многом это вина, наверное, даже ГИБДД, что установили там отбойники и уйти. То есть, в принципе, не было шансов никаких. Не было бы отбойников, можно было бы уйти там в Канаву, еще куда-то. По словам областной ГИБДД, дорожное ограждение установили осенью прошлого года в целях безопасности на дорогах, чтобы машины не вылетали в кювет. С начала сезона в городе произошло 8 ДТП с мотоциклами, 4 с пострадавшими. Статистику пополнила гибель Вероники. К слову, без матери остались трое несовершеннолетних детей. Это уже вторая потеря мотосестер в байкеровской среде. В начале года девочка-байкерша погибла в автокатастрофе. Это то, что украшает любую байкерскую тусовку. Она была честная, она была порядочная. Это девочка вот такая вот зажигалочка. Что одна, что вторая. Евгения Карельна, Родион Цехонько, Вестник, Северодвинска. Отремонтировали внутри и снаружи. 16-я школа сегодня отчиталась о проделанных работах. К учебному году готовятся и другие учреждения образования. На данный момент с ремонтом справились 16 школ из 29. В 16-й школе основной проблемой уже несколько лет была старая крыша. В этом году на ее ремонт выделили 2 с лишним миллиона рублей. Сейчас почти полностью убрали сгнивший шифер. Его заменят на металлические листы. Погодные условия внесли коррективы в график работ. Но подрядчик обещает закончить к 1 сентября. Отремонтировали школу и изнутри. Поменяли 45 окон, поставили блоки в дверных пролетах. В некоторых кабинетах поменяли полы. Всего школе выделили чуть больше 4 миллионов рублей. И ремонт буквально преобразил ее. Это заметили и родители учеников. Отремонтировали столовую, актовый спортивный зал. Сделаем пролет. Кровля будет сделана. Нам родители с удовольствием идут. В этом году план перевыполняем. Уже идут сверх просятся. У нас уже набраны. План выполнен. Но просятся, идут люди и идут. Больше половины школ города готовы к 1 сентября. Предписания надзорных органов устранены. Остались мелкие недочеты. Главная проблема учреждений – кровли. Из-за погодных условий эти работы выполнены на 60%. Также отстает от графика, но уже по вине подрядчиков – ремонт спортзалов. Прежде всего в 19-й и морской кадетской школах. Если эти работы не будут завершены, это не помешает началу учебного процесса, поскольку мы можем начать учебный год. И в предыдущие годы у нас такое было без спортивных залов. Первые уроки физкультуры всегда в первой четверти – это на улице. Окончательный срок приемки школ – 25 августа. К этому времени все образовательные учреждения должны отчитаться межведомственным комиссиям о готовности. Артур Ромих, Семен Самигулин. Вестник Северодвинска. Накануне состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию перона и стоянок самолетов аэропорта Архангельск. Второй этап реконструкции занял около двух лет. У пассажиров рейса из Петербурга есть повод для удивления. На взлетке они видят главу региона. Первыми движутся по официально открытому перону. В аэропорту обновили 127 тысяч квадратных метров покрытия аэродрома. Установили трансформаторные подстанции, смонтировали высокомачтовые опоры и оборудовали 29 мест для стоянки самолетов. Мы увидели, насколько преобразилась территория. Мы увидели, насколько комфортно становится прибывающим и отправляющимся пассажирам на этом поле. Конечно, существуют еще задачи по реконструкции взлетно-посадочной полосы. Это будет следующими задачами, которые будут решаться. Согласно стратегии развития региональной авиации, вернуть к жизни предстоит все 23 аэродрома Поморья. Планы региона понравились в Росавиации. Президент одобрил идею перевезти аэропорты из федеральной собственности в региональную. В ближайшее время мы задумывались о модернизации самолета Ан-2. В ближайшее время мы решили по-другому сконструировать авиасообщение в Вельске. В ближайшее время мы хотим иначе построить нашу связь и взаимодействие с Нарьинмаром. Это тоже элемент нашей стратегии. Жители региона уже смогли оценить рейсы Сыктывкар-Котлас-Архангельск. Маршрут начал работать после 20-летнего перерыва. А также новый рейс Санкт-Петербург-Котлас. Теперь жители юга области могут, минуя пересадку в Архангельске или Москве, попасть в северную столицу. В перспективе возобновления полетов на новую землю. А до 2018 года в планах вернуть полеты как раньше. В Тойму, Онегу, Вельск, Карго, Пальпини, Гушенкурск и Карпогоры. А вскоре из Архангельска можно будет улететь в Ярославль и Калининград. Помимо преображения терминала внутренних рейсов, на старте другой внушительный проект. Строительство международного авиавокзала. Марина Хохлова, Евгений Ноня, Алексей Седых, Вестник, Северодвинска. При испытании повышенным давлением теплосетей выявлено 36 повреждений. Одно из крупных на пересечении улиц Торцево и Гагарина. Специалисты предупреждают, подходить к местам прорыва опасно для жизни. А о подземных гейзерах необходимо сообщать в диспетчерскую по телефону 550354. И к другим темам. Пожаловаться на взяточника, рассказать о вымогательстве теперь можно, набрав простой номер телефона. В городе открыта горячая линия противодействию коррупции. Телефон горячей линии 50-03-50. Прокуратура советует сообщать о любом, даже самом маленьком коррупционном преступлении. Можно позвонить и сообщить о конкретных фактах. В городской прокуратуре отреагировать обещают незамедлительно. То есть у вас вымогается взятка, либо вас склоняют к тому, чтобы вы какие-то необоснованные материальные ценности передали другому лицу. Обращайтесь и будут своевременно применяться меры реагирования. Телефон горячей линии работает по будням. Она примет сообщения только о фактах коррупционных проявлений. Обращения об оскорблениях и угрозах не принимаются. Оформить пенсию, не выходя из дома, без очередей и нервов. Архангельская область вошла в список пилотных регионов, где заявления на социальное пособие по старости можно подать через интернет. В Поморе на такую услугу решили 72 человека. А вот в городе Корабелов пока только трое. На сайте пенсионного фонда можно рассчитать размер будущей пенсии, оследить взносы работодателя и подать заявление на начисление социальной выплаты. Для этого нужно зайти в личный кабинет застрахованного лица. Получить доступ к нему можно в системе идентификации и аутентификации или на сайте госуслуги. Помогут с активацией личного кабинета и сотрудники многофункционального центра на Арктической 18. После этого нужно будет заполнить простое электронное заявление. А специалист пенсионного фонда обязательно свяжется с вами по телефону или электронной почте. Услуги пенсионного фонда очень востребованы у населения нашего города. К сожалению, специалистов клиентской службы, которые ведут прием, не хватает, и поэтому людей накапливается очень много. Поэтому для жителей нашего города есть уникальная возможность обратиться с заявлением на назначение пенсии, не выходя из дома через личный кабинет застрахованного лица. Также в личном кабинете можно записаться на прием к специалисту, узнать, сколько вы накопили пенсионных баллов на сегодняшний день, отправить обращение, запросить извещение о состоянии индивидуального лицевого счета и многое другое. На 20% увеличилось количество правонарушений, совершенных подростками за употребление алкоголя и табака. Составлено более 100 административных правонарушений. Комиссия по делам несовершеннолетних подвела итоги первого полугодия. Более 500 административных материалов рассмотрела комиссия по делам несовершеннолетних в первом полугодии. Эта цифра на 20% больше, чем в предыдущем. 57 родителей привлекли к ответственности. С января подростки совершили около 60 преступлений. Большинство из них – кража. Чтобы предупредить совершение повторных преступлений, в рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» реализуются социальные проекты «Один день из жизни ДСАФ» и «Готов служить Отечеству». В них приняли участие более полутора тысяч человек. «Один день ДСАФ» – это у нас мероприятие проводится ежемесячно с трудными подростками. С подростками, которые совершили в свое время какие-то проступки и несут за это соответствующее наказание. И с ребятами, которые менее, так сказать, опасные, совершили проступки, которые состоят на учете КТН. «Это ежегодные мероприятия, они традиционные, с каждым годом участников становится все больше, они приносят положительный эффект, и дети очень заинтересованы в участии именно в мероприятиях этих целевых проектов». Особое внимание уделяет спортивному воспитанию несовершеннолетних – сдачи норм ГТО, эстафеты и строевые. Все мероприятия направлены на профилактику табакокурения, употребление алкоголя и наркотиков. Во втором полугодии комиссия планирует усилить профилактическую работу. Ведь чаще всего причины детской преступности – нежелание родителей организовать своим детям досуг. Ксения Кабанова, Семен Самигулин, Вестник Сиферодвинска. ГТРК приглашает принять участие в конкурсе «Ты репортер». Присылайте ваши фото и видео на электронный адрес, который вы видите на экране. Автора самых интересных роликов ждет подарок от нашей телекомпании. Сегодня день рождения русской тельняшки. Нательная полосатая рубаха стала особым символом и отличительным знаком настоящих мужчин. Именно 19 августа в 1874 году Александр II подписал указ о введении новой формы. Сегодня тельняшка популярна и среди гражданских. А что популярна в небесной канцелярии, расскажет и покажет Вера Белогородская. Кажется, лето в Северодвинске становится не только календарным. О прогнозах синоптиков на завтра, после коротких анонсов. Далее в выпуске. Метко стреляет и быстро бегает. Северодвинский полицейский стал лучшим по профессии. С долгами рассчитался мелочью. Северодвинец выплачивал алименты пятирублевыми монетами. Небесная канцелярия о метеопрогнозах на 20 августа. Вас приветствует наш спонсор фирменный салон «Оскона». Устали? Плохо спите? Проблемы с позвоночником? Тогда вам фирменный салон «Оскона». Трансформируемая спальная система «Эргомоушен» сделает ваш сон полезным и комфортным. «Эргомоушен» – это легкость в управлении, легкая и удобная смена положений, функция массажа разной интенсивности. «Эргомоушен» – движение, которое дарит жизнь. Фирменный салон «Оскона». Спите на здоровье. Дом быта «Северное сияние», второй этаж. В четверг, по данным Гесметио, в Северодвинске ночью ожидается до плюс 10 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 19 выше нуля. Ясно, без осадков. Ветер переменных направлений слабый – до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать. И к вечеру составит 768 миллиметров ртутного столба. 20 августа – по народному календарю день Марины Пимены или Марины Малины. Это время – конец сбора малины, и хозяйкам нужно было успеть до Марины Малины заготовить на зиму весь урожай ягод. А вообще, Марина Малина – дата женская. Поэтому прекрасный пол освобождал себя от любой работы в поле и по дому, кроме кормления детей, стирки пеленок и присмотра за скотом. Также в этот день аисты начинали готовиться к зимовке на юге. А вместо работы по хозяйству обязательно загляните в фирменный салон Оскона. Полезный и комфортный сон с постельными принадлежностями от фирменного салона Оскона вам гарантирован. Фирменный салон Оскона «Дом быта. Северное сияние. Ломоносово, 75, 2 этаж». На этом у меня все. Желаю солнечного настроения. Увидимся! Красота! Блины и сметаны – безупречное сочетание. Северодвинск молоко. Свежий взгляд, прежний вкус. Школьная форма. Все классы, все цвета и размеры. Огромный выбор в магазине «Основа». Школьная форма – это «Основа». Карла Маркса, 12. Вы смотрите «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. Заместитель командира отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Александр Червяков обошел 88 полицейских из разных регионов страны и победил в конкурсе на звание «Лучший по профессии». Это медицинские справки, медицинские, медицинские, медицинские справки. Нужно было выявить, чтобы выявить поделку. Выявить подделку в документах – одно из заданий на конкурсе «Лучший по профессии». Сейчас Александр Червяков с гордостью рассказывает про мероприятие, которое происходило на базе Тюменского института повышения квалификаций полицейских. Ведь он стал лучшим сотрудником охранно-конвойных подразделений МВД России. До всероссийского конкурса преодолел два этапа – городской и областной. На лучшем по профессии участвует во второй раз. Полицейский говорит, в этом году ужесточились требования выполнения боевых приемов. Полностью с заданием справились шесть человек. Остальные потеряли заветные баллы. Боевые приемы борьбы с самбо подразумевают собой приемы защиты от нападений с ножом, с палкой, затем задержание лица, а также проведение досмотровых мероприятий. На службу в милицию Александр пришел 20 лет назад. Тогда работа участковым инспектором. В 97-м пригласили на должность командира взвода отдельной роты охранно-конвойной службы. По мнению Александра, главные качества, которыми должен обладать конвоир – бдительность, принципиальность и ответственность, а также иметь хорошую физическую подготовку и знать нормативы. Кстати, Северодвинец занял второе место в номинации «Физическая подготовка». Сравнивая 20-летнюю службу в органах внутренних дел, Александр признается – сейчас служить намного легче. В то время, соответственно, подозреваемые и обвиняемые проходили по очень таким серьезным статьям, скажем так, как бандитизм, заказные убийства, грабежи, вымогательства, разбойные нападения. То есть сейчас, конечно, контингент изменился. Разделил пьедестал Александр с полицейскими из Алтайского края и Кировской области. Наградили Северодвинца швейцарскими часами и биноклем. На родине его также отметят, уже готовится приказ. На вопрос, будет ли Александр участвовать в подобном конкурсе еще раз, мужчина дал отрицательный ответ и пояснил, такого результата достичь еще раз будет сложно, а опускаться ниже не хочет. Евгения Карелина, Родион Саханько, Вестник, Северодвинска. Житель Поморья оскорбил инспектора ГИБДД в интернете с использованием нецензурной лексики. А причиной послужило привлечение юноши к административной ответственности за нарушение ПДД. Оскорбленный полицейский подал заявление об унижении чести и достоинства представителя власти. Возбуждено уголовное дело. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Три пятерки, вот этот «Субар» попал к вам, смотрите. Так точно. Внимание всем подразделениям. В какой семье я помню? Передайте информацию. Компания «Мастердач» предлагает изготовление беседок, домов, бань, пиломатериалы, подбор земельного участка, осенне-зимние скидки. Семь лет в сфере строительства. Более тысячи довольных клиентов. Качество, гарантия и надежность. Телефон. Северодвинский должник по алиментам решил осложнить работу судебных приставов. По решению суда, 45-летний мужчина обязан выплачивать алименты на содержание своей дочери. Но длительное время неработающий уклонялся от обязательств. Дочь подросла, вырос и долг до 170 тысяч рублей. В отделе судебных приставов по городу Северодвинского в настоящее время находится на исполнении исполнительное производство по взысканию задолженности по алиментам в размере 170 тысяч рублей. Должник длительное время уклонялся от уплаты алиментов, но решил все-таки гасить задолженности. А именно принес в отделе судебных приставов денежную сумму в размере 5 тысяч рублей монетами номиналом 10 рублей. Должник принес пять мешков с монетами номиналом 10 рублей, в каждом по 100 монет. Судебному приставу мужчина заявил, долг погасит и в следующий раз принесет сумму монетами по 1 рублю. Задержан грабитель золотых украшений. 11 августа на пересечении улиц Логинова и Мира мужчина с помощью физической силы похитил золотую цепочку стоимостью 15 тысяч рублей. Перед этим потерпевшие северодвинец распивали спиртные напитки в баре. Потом мужчина отправился проводить девушку и во дворе дома ударил ее кулаком в лицо, сорвал украшения и скрылся. Установлен и задержан сам подозреваемый. Им оказался житель города Северодвинска, 61-го года рождения, ранее неоднократно судимый за убийство и кражи. Значит, после совершения преступления он цепочку, похищенную цепочку сдал в ломбард на острове Ягра. Мужчина арестован, ему грозит лишение свободы сроком до 7 лет. Задержанный еще один грабитель им оказался уроженец республики Коми, проживающий в Северодвинске. 29 июля у 19-летней девушки похитили дамскую сумочку с банковскими картами и мобильным телефоном. Ущерб она оценила в 5 тысяч рублей. Позже мужчина пытался расплатиться картой в одном из пятийных заведений города. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении подозреваемого избрана мера пресечения подписка о невыезде. Причастность к преступлению двух других мужчин не доказана. Нашли угонщиков дорогого автомобиля. Несовершеннолетний угнали Land Rover. Младшему еще не исполнилось 16 лет. Подростки совершили преступление в июле. Иномарку похитили у жителя Северодвинска, который оставил автомобиль около дома на улице Юбилейная. Сейчас с подростками работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. И снова нарушение правил ПДД. Пешеходы не уступают автомобилистам. Девушка, несмотря на красный сигнал светофора, переходит в дорогу на перекрестке Труда Первомайская. Водители не ожидали такой наглости от пешехода и молча пропустили. А здесь на красный свет на перекрестке Орджоникидзала Моносова пролетает водитель на Рено Сандера. Остальным участникам движения ничего не осталось делать, как пропустить торопливого водителя. Напоминаем, поучаствовать в конкурсе «Ты репортер» может любой желающий. Присылайте ваши фото и видео на электронный адрес, который вы видите на экране. Автора самого интересного ролика ждет подарок от нашей телекомпании. С 10 по 13 сентября Северодвинск примет ставшую уже традиционной Никольскую ярмарку. Мед, продукты из мяса и рыбы, одежда и сувениры. Посетители смогут приобрести товары более 200 производителей со всей страны. Местом проведения Никольской ярмарки уже в шестой раз станет рынок на вертолетке. Заявки подали больше ста производителей различных товаров из Архангельской, Ленинградской, Тамбовской, Вологодской областей, а также Республики Карелия и Краснодарского края. Самым популярным товаром, скорее всего, станет мед. Его планируют продавать больше половины зарегистрированных на данный момент участников ярмарки. Здесь же предложат приобрести шубу, посуду, саженцы. А развлекать посетителей будут скоморохи. Пройдет она не как обычно на улице, а будет проходить вот в этом здании. То есть для удобства горожан, для того, чтобы погода нас не подводила, большая часть людей встанет в это помещение. То есть тут нам будет гораздо удобнее поставить холодильные установки. В павильоне размечено около 80 мест. Прежде всего там расположатся производители продуктов, требующих охлаждения. Остальные торговые ряды на улице. Добраться до ярмарки можно будет на бесплатном автобусе. Он будет курсировать по новым районам города. Стань участником проекта «Дачник-удачник» и выиграй приз. Сними на видео или фото свою дачу при усадебном участке и отправь нам на электронную почту или в группе ВКонтакте, адреса которых вы видите на экране. Для обратной связи оставьте свои координаты. Победители проекта «Дачник-удачник» будут определяться путем голосования в интернете. За ходом проекта следи каждый четверг в 19.25 в эфире телеканала «ГТРК». К концу сезона по результатам голосования будут отобраны три лучшие дачи в номинации. Ландшафт, лучший дом, лучший агроном. Победитель номинации «Лучший дачный домик» получит сертификат от нашего партнера, компании «Эковата-29». На сумму 10 тысяч рублей на приобретение и монтаж продукции. Выгодное размещение рекламы на телеканалах «Звезда» и «ГТРК». 58-30-60 Весик Северодвинска о спорте. Поморская грибчиха, байдарочница Наталья Подольская выступит на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Милане. В Италии стартует чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. За медали турнира поборются более полутора тысяч спортсменов из 70 стран. Данный чемпионат лицензионный. Помимо наград, атлеты будут оспаривать путевки на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Представители каждой страны могут завоевать лицензии не более чем на 8 байдарочников, 6 байдарочниц, 4 каноистов в 12 олимпийских видах программы. Спортсмены, не сумевшие отобраться в Рио на чемпионате мира, получат второй шанс на европейских квалификационных соревнованиях, которые пройдут 18-19 мая 2016 года в немецком Дуйсбурге. Юные северодвинские стрелки блестяще выступили в финале 7-й спартакиада учащихся России по пулевой стрельбе в Краснодаре. Благодаря своей меткости завоевали 4 награды разного достоинства. Член юношеской сборной России северодвинец Михаил Исаков завоевал золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета. Также на счету Михаила две серебряные награды в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанциях 25 и 50 метров. По словам одного из его тренеров Михаила Сусляева, его подопечного подвела экстремальная жара. В дни соревнований столбик термометра поднимался выше 40 градусов. Еще один северодвинец Михаил Трипицын в стрельбе из пневматической винтовки выбил 594 очка и первым из нового поколения наших стрелков показал норматив мастера спорта России. Лишь одного очка не хватило Савелию до международного мастера. Но и этот результат помог северодвинцу завоевать серебряную медаль спартакиады. На сегодня это все новости. Обо всем интересном сообщайте по телефону 598-700 или пишите номер 8-911-0580-700. Наши видеоматериалы можно видеть на сайте северодвинск.тв. До свидания. Ура! Торговый центр «Квартал Труда-64». Новый большой магазин диванов «Мебель-Сити». Новое огромное поступление. Распродажа по ценам фабрики. Скидки до 50%. Доставка в квартиру и сборка. Бесплатно. Спешите. Магазин диванов «Мебель-Сити». Торговый центр «Квартал Труда-64». У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Городская справочная. 8 800 158 55. Информируем обо всем. Бесплатно. Оперативно. Ежедневно. Хочу для садика. Хочу для школы. Хочу для прогулки. Торговая сеть «Медвежонок». Обувь для любимых детей. Илатомский приборный завод уже 30 лет выпускает медицинские аппараты для лечения и реабилитации в больницах и домашних. В основе действия импульсное магнитное поле. Наибольшей популярностью у населения пользуется аппарат «Алма». Его показания – это остеохондроз позвоночника, артриты, артрозы различных суставов, последствия травм, варикозная болезнь, тромбофлебиты и даже трофические язвы, гипертоническая болезнь и многое-многое другое. Бегущие магнитные импульсы глубоко проникают в ткани, помогая снять отечность, воспаление и боль. Прибор «Мавит» воздействует сразу тремя факторами – магнитным полем, вибрацией и теплом. И разработан специально для мужчин. Его показания – хронический простатит, аденома предстательной железы первой и второй степени, а также он улучшает потенцию и качество жизни каждого мужчины. Успейте купить аппараты Елатомского приборного завода по выгодной цене в аптеках фармации, здоровья и магазинах медтехники, аптеках 29.ру и заводских аптеках. МУП ЖКК – это лицензированная организация, управление и обслуживание 261 многоквартирного дома, конструктивный диалог с собственниками, наличие спецтехники. МУП ЖКК – это выращивание рассады для благоустройства дворов. 320 рабочих мест для жителей города и их директор Варзунова Ольга Николаевна с опытом работы в ЖКХ более 30 лет. А еще – это забота о здоровье сотрудников и горожан. Жилищно-коммунальная контора. 20 лет с заботой о вашем доме. Северный, северо-западный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составит 768 миллиметров ртутного столба. Ясно, без осадков. Температура ночью плюс 10, днем столбик термометра поднимется до плюс 19. Субтитры создавал DimaTorzok